В Министерстве здравоохранения призвали казахстанцев не сдавать анализ на ковид без назначения врача. Из-за таких граждан страдают те, кому действительно нужна срочная диагностика. В стране планируют увеличить мощности спецлабораторий. У нас определенное количество пробирок. Утром приносят нам получается по списку. То есть допустим сегодня 135 человек и 135 пробирок и 135 по списку людей. И все. Каждому заранее звонят. Как вы видите сейчас в толпыне. Потому что все полностью по времени приходят. Лаборатория Олимп возобновила диагностику коронавируса, но строго по предварительной регистрации. Реагентов хватает, говорят сотрудники центра. Всего в городе тестируют на ковид 6 лабораторий. Их мощности будут увеличены в ближайшее время, сообщили в Акимате. С 26 июня начнет работу седьмая лаборатория, где планируют проводить тысячу исследований в сутки. А через пару дней заработает и мобильный пункт на территории Нурлытау. Тестирование здесь приостановили из-за отсутствия реагентов. Сам центр сейчас переделывают. Сдать тест, не выходя из авто, теперь не получится. Алматинцы все равно приходят сюда. Одним нужно предоставить справку на работе после отпуска, кому-то вылететь из страны, а кто-то решил просто проверить свое здоровье. Просто для себя, да, конечно. А что говорят? Тест закончился, говорят, типа, в других лабораториях тоже не принимают. Так что только завтра или после завтра. И вызвонил в Олимп, но никто трубку так не взял. Однако в Минздраве призвали не сдавать анализ без назначения врача и тем более не ходить в лаборатории, если есть симптомы болезни. Участилась тенденция среди населения, когда каждый назначает себе и желает сдать. По самообращению в лаборатории, а также сдает в двух или трех лабораториях параллельно тест. К сожалению, это создает напряжение и недоступность тестов населению, которое нуждается в этот момент в определении тактики лечения и оказания медицинской помощи. Всего в стране анализ на ковид делают в 56 лабораториях. За три месяца использовали больше миллиона тестов. 80% из них на бесплатной основе. В стране применяются тест-системы из Китая, США, Южной Кореи, России. Началось и внутреннее производство. Сейчас стоимость ПЦР-теста 11 500 тенге. Из-за роста заболеваемости в Нур-Султане и Алматы приступили к перепрофилированию медучреждений. 300 мест для пациентов с диагнозом ковид дополнительно предоставят в больницу скорой неотложной помощи Алматы. Сейчас заразившихся лечат в 9 инфекционных стационарах. Ранее руководитель общественного здоровья заявил о нехватке мест в больницах. Мадина Сюмбаева, Сергей Шуйский, Информбюро Алматы.